Уважаемые зрители, добрый день! Мы сегодня будем говорить об отдыхе, но не в том традиционном отдыхе, к которому мы привыкли. Вот куда-то поехал на шашлыки или собрались с компанией, куда-то поехали на велосипедах или еще что-то. Мы будем говорить о другом формате отдыха, когда вы хотите размять не только тело, но и в первую очередь свои мозги. Это интеллектуальные игры, это бизнес игры. И сегодня об одном из таких форматов, о такой игре мы поговорим с нашими гостями. А гости у нас в студии сегодня это Руслан Шум и Дмитрий Лузаков. Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый вечер! Ну, соответственно, вопрос и заключается в том, что же это за игра, для чего она предназначена, что она может дать, как она проводится. Вот это тема разговора. И первый вопрос, что это за игра? Это такой инструмент, который позволяет вот так открыть крышечку головы, вытащить мозг, вспушить его, вставить обратно, закрыть крышечку и чуть-чуть подтолкнуть. А кроме аллегории, вот что происходит, в чем она заключается? Если так вкратце, то это игровая технология, которая в себя встроила несколько техник, позволяющих провести такую плодотворную работу с целью, с планированием ее достижения, выбора пути достижения. То есть, грубо говоря, вот есть точка отправная какая-то, есть точка конечная. Вот все вот это продумать, понять, как это сделать более эффективно, расписать план достижения хронологически, включая зоны роста на пути, которые понадобятся развить. Расширить осознанность, увидеть больше. Вот это так, если в двух словах. И еще, наверное, понять на каком-то этапе, что может быть, что это не твоя цель вообще. То есть, куда-то дойти, сэкономить себе несколько лет жизни, разобравшись за два часа о том, что это не твоя цель. И уже перестать о ней думать и двигаться в отношении других целей. Я правильно понимаю, что на игру нужно приходить с целью? На самом деле, вот то понимание, да, вот сколько людей прошли через нас, то понимание о целях, которые есть у них, то на самом деле неважно. Они могут прийти либо с целью, либо не с целью. То есть то, с чем они придут, считая, что это цель, на самом деле это не будет цель. Цель это будет то, что по итогу будет, выйдет в конце игры. И очень важно, чтобы, скажем, даже когда будут работать, чтобы это было не вопрос месяца, не двух-трех, а это где-то полгода, когда есть возможность человеку двигаться, думать, отходить. Может быть, иногда немножко назад, делать поступательные движения, потом сразу вперед. Потому что прямого пути нет. Хотя он есть, казалось бы, самый короткий это прямая, но на самом деле во время цели не всегда прямая это самый близкий путь к успеху. То есть в начале игры стоит заявить цель, но не факт, что внутри игры ты останешься с этой целью, ее можно поменять. И зачастую так и происходит, да, меняется цель. Или тогда ты определяешься уже, может быть, с действительно более важными вещами в своей жизни и уже начинаешь их прорабатывать. Да, игра начинается непосредственно с запроса, который есть у человека, что-то важное. То есть это либо поиск решения, то есть человек хочет найти решение какой-то проблемы, либо сложности, либо сложные задачи. Например? Например, не знаю, там не хватает денег. Вот мне не хватает денег для того, чтобы там я мог там каждый месяц там выезжать куда-то за границу отдыхать. Ну, к примеру. То есть цель хочу каждый месяц ездить за границу. То есть мы исходим от обратного, да, то есть это то, чего нету. То есть что нужно? Нужно там, чтобы были деньги, сколько там, как, то есть дальше пошла детализация. А если это вариант не деньги, а, допустим, устроиться в компанию, в которой командировки ежемесячные за границей. Отлично. У меня вот готовый кейс есть, когда человек 3 месяца не мог найти работу. Вот по своим параметрам он искал, не мог найти работу. После этого он сыграл. Мы с ним координаты, то есть просто он в течение игры увидел гораздо больше и совсем по-другому изменил свою модель вообще поиска, там, введение собеседований и так далее. То есть он начал выходить не на HR, которые подбирают персонал, а на руководителей. И уже им продавать себя как ценность. Не тот шаблон, который хочет компания, заданный вот HR, да, HR просто по шаблону ищет. А именно руководители говорят, смотри, вот это я могу, я могу еще больше, вот это, вот это, вот это, и вот это моя добавочная стоимость. Через 3 недели устроился все. Там конкретную компанию нашел, все по зарплате конкретно нашел. Сейчас уже там движется рост, уже перешел, то есть пошел к директорам развития в этой компании. То есть это вопросы не только, допустим, прийти с целью, я там хочу денег или там свой бизнес открыть, но и вопросы карьерного развития, вообще построения карьеры и направленности своего. Да, в этом деле, да, запросы могут быть абсолютно разные. Тут еще фишка в чем? Каждый из нас понимает вот все по-своему. Человек по-своему поднимает счастье, по-своему понимает там успех, там и так далее. Ну, соответственно, формирую. Здесь она, это все позволяет отфильтровать и выбрать вот то самое ценное, к чему действительно человек хочет прийти. Убрать вот этот пафос. То есть я хочу стать успешным. Что значит успешным? Словесный мусор убрать. Да, да, да. И вот здесь идет детализация, что это, да, и вот что там, с чего ты начнешь, как куда, да. И вот к этому мы уже идем, выбираем путь, формируем путь, уже там просчитываются. Такой глобальный вопрос. Хочу быть успешным тут же как, хочу выглядеть успешно, мне для этого нужно. Или хочу успех, для меня это вот такие вот параметры. То есть сразу идет вот вилка. Прекрасный коучинговый вопрос, а что для тебя является успехом? То есть это коучинговая игра? Это коучинговая технология. Это коучинговая технология, профессиональная коучинговая технология, да. Персональная. То есть и в игру, а профессиональная. Вот следующий вопрос как раз в эту же тему. Игра, я так понимаю, несколько человек играет. В ней может играть 1, 2, 3, 4, 5. Но мы с Димой уже профи, мы можем брать 7. Одновременно мы можем выступать модераторами для семей. Более глубокая, максимально глубокая, насыщенная всякими подводными камнями. И это индивидуально, когда один на один. Можно самому играть вместе с ведущим. С ведущим, да. Один ведущий и один игрок. Фактически в этом случае игра является как бы рамкой или проводником, чтобы как раз провести такую коучинговую сессию, разобраться со своими целями, вопросами и путями ее достижения. Намного глубже, чем коучинговая сессия, потому что во время введения коучинговой технологии цель появляется, может появиться 10 коучинговых запросов, которые есть у человека для достижения его цели. То есть, какие там вопросы, касаемые ресурсов или вопросы, касаемые ограничений. То есть, их может быть много. То есть, касаемые экологичности. И когда у человека после, у меня там минимально, то есть, это происходило один на один, два часа. Максимум было там часов шесть, да. То есть, когда человек там, даже в два захода, когда человек проживает за эти шесть часов два года своей жизни, то есть, понимает, что ему сейчас нужно делать. У него есть план. Он понимает, какие у него зоны роста. Он понимает, где он хорош, где нет. С кем надо сейчас уже идти договариваться, потому что он эти два года будет делать то-то, то-то, то-то. Именно для, опять же, для достижения цели. Потому что цель является проводником, путем, то есть, движением. То есть, туда человек двигается, и он, если у него горит. Мы как раз это и решаем во время игры, горит ли. Ну да, по окончанию, тут такая изюминка именно этой технологии. Здесь круг достижимости. То есть, фактически, вот этот вот друг-товарищ на какое-то время, если воспринимать технологию как друга, по итогу он подсказывает, намекает тебе, насколько твоя цель достижима в процентах. И там уже идет, после этого идет уже обратная связь, используя коучинг, да, то есть, о чем тебе это? Очень много людей трудятся, пыхтят, ну, реально тяжелая работа. Потом у них выходит достижимость, там, 15-20%. Кто-то сдается, говорит, да, ну, это не моя цель, не буду достигать вообще тратить время. А кто-то начинает задумываться, блин, это мало, я хочу больше. Что будет больше, да, что ты сделаешь, что тебе даст больше? И он начинает уже сразу виднее, понимает, то есть, чем классно? Тем, что, во-первых, когда идет все тяжело, все тяжело идет, да, то есть, фактически, это то же самое, те же тяжести, так же тяжело будет достигать реальности этой цели. То есть, это же такая подсказка, послушай, дружок, ну, будет реально очень тяжело. Ты, конечно, можешь убиваться и достигать, да, но давай посмотрим еще другой вариант. Когда человек меняет цель, там даже буквально убрал нолик, добавил нолик, дату перенес, то есть, вот эти все моменты, они уже влияют на весь процесс. Было такое, когда человек, да, там, добавил одно слово, либо там убрал нолик, все полетело как по маслу. То есть, позволяет преодолеть, увидеть и преодолеть какие-то потенциальные опасности. Уже непосредственно, да, да. То есть, игра может смоделировать реальный процесс жизни на, там, сколько-то лет вперед. Ну, смотри, к примеру, вот, допустим, у тебя какая-то есть цель, да, то есть, ты хочешь достигнуть, там, через два года. Вот, ну, ты очень ей горишь, и ты считаешь, что это твоя цель, и ты очень ее хочешь достигнуть. Человек, значит, с этим запросом начинает играть, и он понимает вообще, вот, в процессе, что ему нужно будет сделать, как это все будет происходить, вот, достижение вот этой цели, да. И где-то, если оно вот не совсем та его цель, да, то вот в этот момент он поймет, что, блин, ну, я уже не хочу. Ну, были такие моменты, когда люди играли с одной целью, потом говорили, нет, слушай, я уже не хочу, я вообще ничего не хочу, я хочу другую, можно другую, я придумал другую, хорошо, давай другую. Начиная с другой целью, да, и все, побежал, полетел, все классно. Я его потом спрашиваю, послушай, а вот теперь смотри, если бы ты вот эту первую цель, да, ну, достигал в реальности, в жизни, то есть ты ее два года ее бы достигал, и по итогу ты понял, что это не твое, то есть фактически два года ты потерял. То есть, вот считай, я тебе сейчас, да, плюс два года к жизни добавил. И ты счет выставляешь. Да. Понятно. Ну, пока так скромненько, вот, ну, со временем будем больше. Ну, у каждого свои, своя стоимость. Свои двух лет, да. Вот. Хорошо. Итак, игра, я так понимаю, физическое воплощение, это вот то, что мы, то, что лежит у нас на столе, это несколько кругов, по которым фишками определенным образом передвигаются, есть формы, которые заполняются, и, или даже форм нет. Просто как играется? Форм нет, они когда-то были, то есть я сделал, да, но потом я понял, что это рамки, я их просто убрал, и тут реально человек креативит. Начинаем с чистого листа. С чистого листа, полностью чистый лист, и там есть такое, знаю, то есть я позволяю людям размашистым почерком писать, черкать, там все, что угодно делать, главное, чтобы они вот попали в поток и пошли в поток. То есть включаем правую часть мозга, нам вперед. Левая, тут правая основная, левая дополнительно, то есть там какие-то цифры там дописали, просчитать. Длится, насколько я услышал, от двух часов и больше. Играет, если вместе, то четыре, там пять человек, да, ну в среднем, и каждый идет к своей цели. Они не пересекаются? то есть не мешают друг другу идти? Смотри, по времени у меня рекорды. У меня самое минимальное это 30 минут. Человек пролетел, как ветер над Парижем, все понял, план настрочил, побежал. Вот. Максимально, что у меня было, это восемь часов. Это четыре подхода по два часа. Это индивидуальное было. Цель расписана на 14 листочков А4 с двух сторон. Включая все там, все детали, как оно будет, там измерители, там все ресурсы, там возможности, все, что помешает, планы, там все, вот это цель, вот это называется, когда все расписано и ты пошел вот это достигать. Самое главное, что человек это пишет сам, ему никто ничего, это его цель, его ресурсы, его ограничения, его измеримость, его экологичность. То есть это, это то, с чем он живет, то есть с чем он пришел, с чем он уходит, и она именно коучинговая технология, то есть она именно, почему нужно, работать с самим собой, почему там правая часть мозга, левая часть тела, потому что человек творит, то есть со своей целью, он ищет лучшие выходы, лучший путь для своей цели, лучшее движение. Ну а модератор в этом помогает. А по поводу формата, мы ее используем в трех форматах. Первое, это индивидуальная сессия, то есть когда один на один, групповая, когда несколько участников, и каждый из них работает со своей целью. И вопрос, мешает, не мешает, не мешает. Они вот настолько увлечены своим, что они просто вот, ну они могут там фишками, пободаться чуть-чуть, там где-то кубиком пересечься, все. Но тот, который наблюдательный, и у которого там активный слух, то он может еще перенять опыт. Мышь, ну модератор общается с участниками, да, тот идет взаимодействие, а у меня вот так, а вот так, и он себе, о, точно, мне что же это? То есть таким образом может быть. И третий формат, это формат броншторминга, когда-либо малая команда, это больше для бизнеса, когда малая команда, каждый фишкой ходит, но работает с одной целью, бизнес-целью, какой-то вот компанией, либо когда ходит один человек, лидер этого, либо проекта, либо идеи, либо компании, а рядом с ним еще сидят дополнительные мозги, вот те, которые будут это реализовывать. Они же подкидывают идей, помогают этому человеку, да, и потом, то есть получается какая-то фишка. Сотрудник, да, подкинул идею свою, интересную, классную ему, руководителю, потом руководитель говорит, слушай, супер, по итогу, да, давайте распределим ролик, то, что будет достигать, там, кто будет выполнять, и когда этому сотруднику конкретному попадется выполнение его же идеи, он не будет сопротивляться, потому что это его. это не будет настолько навязано, как просто там босс сказал, вот ты делай это, и все. Там идет стопроцентная вовлеченность сотрудников, притом всех, в процесс, и самое главное, что опять же, все заканчивается планом, который я проводил несколько раз, там 4 часа и 4 именно корпоративной, потому что людей больше, и время, время там по таймингу надо смотреть, когда, когда эта коучинговая технология приводит к бизнес-плану, которым вешаются люди, даты, и они сами родили вместе данный продукт, то есть нет, что там, нет, что там, это не мое, не все вместе сидели и это сочиняли. А если возникает вот такой внутренний конфликт, когда внутри участники, один выдвигает идею, но для этого нужны ресурсы других людей, при этом другой точно так же выдвигает идею, которая является параллельной, или может конфликтующей, и обе идеи интересны, вот и один к другому, ну то есть я внутренне в эту идею, может не верю, и я не хочу, а вот моя, она все-таки лучше. Что делать в этом случае? Смотри, тут на данном этапе, то есть если взять вот вообще весь процесс, вот это вот там рождение идеи, там заканчивая до реализации, да, то необходимо разделить, то есть не мешать все в кучу. Мы отдельно выделяем именно как брендшторминг, то есть мозговой штурм, где люди накидывают идей. Тут мы не критикуем. Ты знаешь же систему Уолт и Диснея, когда сначала мы думаем, креативим, потом мы анализируем, что можно применить, и потом мы уже критики, типа там насколько это с нашими ресурсами, возможно, сходится, и потом уже выходит непосредственно два-три варианта. Вот именно здесь хорошо лучшим вариантом будет, когда не будет вот этой критики. То есть мы здесь накидываем, а потом уже дальше идет работа отдельная. Это уже отдельная работа, когда необходимо вот искать варианты, искать решение, как можно это сделать, как можно это сделать. Понял? Понял. У меня как раз вот следующее было, когда мы нашли две-три идеи, но которые являются между собой конфликтующей. Просто было сказано, что люди, вся команда вовлечена, потому что это их идеи. В итоге из двух идей выбирается одна. Если они конфликтующие, ну грубо говоря, они делят один и тот же ресурс, и он может быть направлен либо в одну сторону, либо в другую, потому что на два стула сесть не получается этим ресурсом. Тогда задается вопрос, где ты возьмешь еще что-то, возможности или ресурсы, которые тебе помогут использовать, достигнуть вот этой идеи. Директор говорит, нет у нас таких ресурсов, и подчиненный говорит, ну хорошо, значит я этот ресурс поищу в другой компании. Здесь ситуация о том, что если это что-то приносит маржинальный доход, то outsource. То есть варианты разные. Вариантов можно. Как раз вот это возможно. Главное, чтобы любые вещи, которые люди выдвигают, они касались главной цели. Потому что все время мы смотрим на главную цель. То есть помогает то, что предложили, или не помогает. В жесткой связке. Ресурс, да, то есть у нас там одни боги и богини, то есть им доступны все ресурсы, они творят. То есть главный вопрос, приближает к общей цели, главной, с которой работает или нет. Или если не приближает, то скажем, или в сторону, или нужно отдельно проводить цель по данному вопросу. Понятный ответ. Соответственно, если, еще как вариант, если обнаруживается такая вот нестыковка, как раз хорошо, что она обнаруживается внутри игры, а не уже в процессе реализации, когда начинается, собственно, какой-то там саботаж, итальянская забастовка. Вроде все делают, да, процесс не идет. Почему? Потому что один человек внутренний был исходно, не очень согласен с этой идеей. А еще как вариант. Вдруг сейчас скажу, ограничения, да, то есть вот там как раз мы вот эти все моменты проговариваем, что помешает достигнуть цели. И там это все всплывает. Вот. И как раз вот там классно то, что чем больше людей накинут, накидают туда вот этих вариантов, да, что помешает, то тем больше у тебя есть возможность это проработать заранее и потом не стыкнуться вот в самый неподходящий момент вот с этим ограничением. Очень еще хорошо видеть, когда сидят, и руководитель видит, да, когда там сидит эти там 2-2 сессии там по 3 часа, насколько активны, неактивны его сотрудники, то есть насколько, какой у них тембр голоса, да, то есть даже поэтому уже, ну я, например, вижу о том, что будет человек это делать, не будет, оно ему вообще нужно, о чем мы сегодня говорим, или не нужно. Ну, я прихожу-то и веду, да, то есть, но я могу там сказать, там, кто выпадет по какой-то причине, или кого, или кого, мягко сказать, так оставят в сторону, потому что он не бежит. Я не говорю о том, что его надо оставлять в стороне, просто это видно, это четче видно, то есть это лакмусовая бумажка. То есть это в какой-то степени еще и диагностика персонала, да, готовность к реализации. Касательно конкретные цели, да. Конкретные цели, именно конкретные, да, то есть именно ситуационно, потому что вообще этот сотрудник может быть очень классным, очень незаменимым, но касательно этой цели, он, ну, у него будут опущены руки, он не будет эффективным. Допустим, хороший продажник, который не любит какие-то стратегические вещи, потому что они очень нестабильны. Либо аналитику, либо там что-то еще, да, вот, но это не значит, что его сразу нужно хоп, а ему просто нужно дать, ну, тут будет просто понятно, потому что если это не, не, не с акцентировать на это внимание, то со временем у него все-таки опустятся руки, и все равно это все будет, вот такое вот есть. Мы ушли так больше в бизнес направленность. Следующий вопрос, вот примеры того, как вы уже начали говорить, да, что происходит с людьми в итоге игры, вот, не корпоративного формата, когда вот собрались, люди друг друга, не знающие до игры, сели, поиграли, и в итоге что получается, какие вот есть примеры, что происходило с людьми. Ну, давай, давай, скажи, потом я добавлю. Бывает, плачут. Плачут, такой момент, слезы радости или слезы огорчения, понимая, что цель не их. Встают, выходят, заходят, нервничают, то есть, как-то вот, то есть, пока там не разберутся с целью, да, при том, что, ну, вот, ну, я думал, я уже даже, какой-то, такой, думаю, блин, сейчас еще надо будет успокаивать, наливать валидол, потому что, как, да, это я, я здесь пришла, это мое, оно не идет, оно же мое, вышла, отошла, покурила, пришла, то есть, час, час, час бомбилась, потом винтик поменялся, один понеслась. У меня был один человек, который почти два часа, он ходил только на одном круге, вот, но он ходил, он не выходил, никуда не курил, не плакал, он реально от монотона, вот он ходил и продумывал, прописывал, 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 бывает и такое. В основном, в основном, возгласы, вау, блин, класс, класс, ой, вот это тоже, тоже надо, блин, а можно мне записать, вот я сейчас запишу, я вот, еще плюс пять пунктов, а потом буду кубик бросать. Я говорю, можно, можно, пиши, когда в потоке. Вот, бывает и такое, когда говорят, что там, ого-го, там сложно, в основном, такие вот возгласы, типа там, вау, там, обычный, когда человек понимает, когда он видит больше, когда он понимает, Там работы много над собой, то есть надо думать, это твоя жизнь, твоя цель, твоя энергия, твой путь. Это про свое. Вопрос результативности, то есть вот 14 листиков изписанного чего? То есть это план, это какие-то хотелки, это вытащенные изнутри какие-то, ну что это, какие были результаты? В 14 листочков входит и план, и описание зон роста, то есть что необходимо получить, что необходимо взять, что необходимо узнать, что необходимо еще где-то что-то сделать, да, для того, чтобы вот достигнуть цели. Это и анализ работы с возможностями, то есть насколько человек сейчас, да, вот насколько он эффективно использует свои возможности, насколько он эффективно использует свои ресурсы. То есть вот такой микроанализ, да, то есть он сам оценивает по шкалированию, у него получаются данные. Это и список того, что может помешать, и в некоторых случаях это и понимание, что нужно сделать по каждому, да, чтобы там оно не помешало. В зависимости от глубины, если глубина проводится, игра и глубина максимальная, то там все расписано, ну все, детально. Вплоть до того, что там какой будет цвет обоев и будут там три точечки на там квадратный сантиметр или две точечки. Заканчивается классическими коучингами, фразами, что было ценного и что ты сделаешь ближайшие три дня. Три действия ближайшие три дня. Три дня, а потом, то есть, ты можешь дальше двигаться сам, можешь дальше двигаться со мной, как с коучем, можешь двигаться с другими коучами. Да, то есть, человек сам себе выбирает, если цель его горит. Вот у меня сейчас там молодой предприниматель, у него там увеличить там 10 раз объем продаж, при том, что там это реально, да. То есть, могу уже там как бывший там управленец сказать, потому что там B2B-сектор, то есть, ну просто нужно работать. И вот, то есть, мы раз в неделю встречаемся, общаемся, да, то есть, есть, то есть, каждую неделю, каждый какой-то запрос, который возник, да, то есть, он решается, двигается. Майские, не майские, мне нравится, что человек хочет, это важно, да, потому что я же не его не толкну, ну я не хочу даже толкать. То есть, можно сказать, что результатом игры является действие, конкретное действие конкретного человека, да. Ну, в принципе, исчерпывающий рассказ, понятный формат, достаточно одного дня для того, чтобы пройти игру, понять, разобраться. Ну, хватит ли этого времени, чтобы разобраться в себе или только задать вопросы, это касается, наверное, каждого участника игры, каждого из вас, кто может на нее попасть. Итак, коучинговая игра «Цель», это сегодняшний наш рассказ, наши гости Руслан и Дмитрий подробно об этом рассказали, остается только попробовать, собственно, саму игру. Спасибо вам огромное за сегодняшний рассказ, за ваше участие. Спасибо. И, уважаемые зрители, с вами был Шкилев Максим, до ближайших встреч, пока-пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...